Я не люблю творчество Карла Брилова. Точнее так, мне нравится у него только несколько картин. Это мое личное мнение, и я не собираюсь никому его навязывать. И так я уже и вижу ваши гневные комментарии по поводу моськи и слона. Только ведь знаете что? Зачем на слона гавкать? Тем более, что он давно уже умер. Просто я думаю, что искусство не существует без зрителя. А соответственно, вопрос не просто в технике, а техника у Карла Брилова была великолепная. Ведь вопрос еще в чувствах и эмоциях. И мне кажется, что чувства и эмоции на картинах Брилова очень часто наиграны. Поэтому я не хочу просто говорить о величии художника, потому что оно признано, потому что все об этом говорят. Ведь тогда получается какой-то унылый и очень скучный пересказ. Понимаете, вся жизнь автора укладывается в пять слов. Он родился, учился, творил, создал, умер. А дальше-то что? Дальше-то что, если нет эмоций? Дальше что, если за всем этим не скрывается нечто большее? Поэтому, когда я говорю вам про Карла Брилова и про его последний день Помпея, я говорю вам о своем личном отношении. Вы можете согласиться с моим мнением или нет. Это уже ваше дело. Что для художника хуже? Прижизненная слава или безвестность? С безвестностью все понятно. Она к петле ведет. А слава? Слава та еще продажная женщина. Ведь, понимаете, она же ведет к личной деградации. Она ведет к тому, что художник просто мечтает польстить публике. И начинает штамповать одни красивые картинки за другими. И дело в том, что Карл Брилов все время мечтал, чтобы все его любили. Он этого очень хотел. И публика отвечала ему взаимностью. Поэтому основу своего таланта он отдал на суд толпе. Фактически. Он продал самого себя. Поэтому давайте мы попробуем выйти с вами из тени величия автора. И взглянем на его полотна так, как будто мы видим их в первый раз. У всего есть своя причина. Идеальная техника художника была порождена домашним насилием. Дело в том, что его отец был очень требовательным педагогом. Он преподавал орнаментальную скульптуру в Петербургской академии художеств. И ему очень хотелось, чтобы его сын стал лучшим. Чтобы он стал самым известным. А для этого нужно было только одно. Нужно было, чтобы его картины понравились самому императору. Вот тут и заключается главная проблема. Художественного вкуса у многих правителей в принципе не было. Николай I не был исключением. Ему хотелось, чтобы все было гладко и монументально. А в плане прилизанности изображений Карлу Брилову не было равных. Вот только достиг своего мастерства художник через боль и страдания. Педагог-отец за каждую ошибку бил своего ребенка по уху. После одного из ударов у мальчика лопнула барабанная перепонка. Он так и остался после этого навсегда глухим на одно ухо. Зато узнал настоящую цену ошибок. Больше он их не совершал. Теперь немного истории. Эстетические взгляды Николая I были очень просты. Например, картина «Итальянское утро» ему безумно понравилась. И он попросил Брилова написать к нему парное полотно, которое художник назвал «Итальянский полдень». Только вот здесь реакция Николая I была уже совершенно другой. Он сказал, что это полотно пошлость. А вердикт общества поощрения художников был еще хуже. Было сказано, что там изображены, конечно, приятные, но не изящные формы. Давайте переведем это с казенного языка 19 века на современный русский. Попросту говоря, не было голой груди на этой картине. Короче говоря, это была еще одна большая ошибка Карла Брилова. Отныне голая женская грудь присутствовала у него практически везде. И все модели получались у него идеальные, прилизанные, но абсолютно безжизненные. Такой своеобразный инстаграм 19 века. Картина «Всадница» яркое тому подтверждение. Все здесь мило, хорошо, красиво, замечательно. Девочка, собаки, девушка, лошадь. Только вот кроме техники в этой картине нет больше ничего. Ведь с точки зрения даже правдивости изображения тоже возникают вопросы. Но представьте себе, не может девушка сидеть так на лошади, которая вот-вот встанет на дыбы. Скорее похоже на то, что она сидит на своем диване, в гостиной, позирует художнику. А лошадь? Лошадь появилась уже потом. Часто, смотря на картины Карла Брилова, я вспоминаю повесть Николая Васильевича Гоголя «Портрет». Ее главный герой, художник Чертков, тоже мечтал о славе, мечтал о деньгах. И в итоге начал создавать портреты, которые буквально копировали друг друга. Все мужчины напоминали там бога войны Марса. Все молодые девушки напоминали богиню Диану. А все женщины постарше – Венеру или Минерву. А что в итоге? В итоге Чертков полностью растратил свой талант. Он не мог создать уже больше ни одного самостоятельного полотна. Разве не так же произошло с Карлом Бриловым? Вы просто посмотрите, насколько его портреты напоминают друг друга. Не знаю, мог ли чувствовать себя Карл Брилов, работая, по сути дела, фотошопом 19 века, счастливым. Мне кажется, что нет. Портреты, ладно, но ведь есть другая, великая картина. «Последний день Помпеи». Дело в том, что Помпеи на тот момент – это самая хайповая тема. Про это говорит весь мир. Пишут все газеты, обсуждают абсолютно все. И Брилов прекрасно понимал, что если он напишет полотно на этот сюжет, то он станет мировой знаменитостью. Только вот знаете, в чем проблема? По сути дела он описывает вам одну из самых страшных трагедий в истории античного мира. Только здесь мы видим только один наигранный ужас. Это какой-то Голливуд, какая-то подделка. Все не то. И самое главное – нет на этом полотне даже крови. Знаете почему? Потому что кровь – это неэстетично. И в итоге могу сказать только одну вещь. Настоящее искусство, оно ведь должно пугать так, чтобы бросало в дрожь. А здесь? Здесь мы этого не чувствуем. На картине Брилова есть все возможные штампы. Дети, старики, животные. Это было баяном даже 200 лет назад. Но люди, люди любят одно и то же. В центре картины мы видим младенца. Он тянет к зрителю руки и смотрит на него своими лучезарными глазами. Как будто с ним он призывом. Меня-то за что? Я только родился, я даже еще и согрешить-то не успел. И так и хочется сказать ему – за то, что ты фальшивка. За то, что кроме наигранных эмоций в тебе нет ровным счетом ничего. Мы не покажем, как горит твое маленькое тело. Но великосветские дамы, смотря на тебя, смахнут слезу и прославят гений художника. Ты умираешь за искусство, парень. Давай, тяни руки. Умирай красиво. Ну ладно, это центр картины. А как же другие детали? Ведь их тут масса. Начнем с того, что это полотно посвящено женщине. Юлии Самойловой. Любовница и покровительница Карла Брилова. Она представлена здесь в четырех образах. Думаю, вы заметили, что многие персонажи похожи здесь, как две капли воды. Но начнем по порядку. Левый верхний угол. Девушка, с головы которой падает горшок. Это Юлия Самойлова. А рядом с ней, кстати, сам художник. Вот он, Карл Брилов. На его голове ящик с кистями, пергаментом и красками. А вот и еще один ее портрет. Рядом с мужчиной и двумя маленькими детьми. И в этом образе Карл Брилов поднимает один из основных вопросов этого полотна. Что для человека по-настоящему важно? И дает на это очень четкий ответ. Семья. К слову, в этом отношении Брилов был не совсем честен перед самим собой. Ведь собственную семью он так никогда и не создал. Просто посмотрите. На переднем плане у нас и показана в первую очередь семейная драма. Вот молодые ребята пытаются вынести своего старика отца. А совсем рядом притерно-театральное, жутко наигранное прощание сына со своей матерью, у которой больше нет сил идти. А еще дальше мы видим молодого человека, который поддерживает свою невесту, упавшую в обморок. Но главное, главное, суть полотна раскрывается по центру. Там, где уже был младенец, который смотрит на зрителя. Ведь там мы видим истинную ценность земных благ. Это, к слову, снова Юлия Самойлова. На этот раз представленная в образе продажной женщины. Ну и, конечно, голая грудь. Куда без нее? Брилов прекрасно помнил главную ошибку своего итальянского полдня. Так вот, почему же все-таки перед нами продажная женщина? Начнем с того, что это мать-одиночка. Сегодня в этом статусе нет ничего зазорного. Но в Древнем Риме все было совсем иначе. Воспитывать ребенка без отца могла только куртизанка. Ведь, понимаете, в чем дело? Настоящее отцовство на тот момент было совершенно неважно. Ребенка принимал или не принимал в семью старший мужчина. Именно он решал, что делать с младенцем. Пустить ли его в дом или же отнести к городской выгребной яме. Да, жестокое было время. Рядом с женщиной разбросанные золотые украшения. Вот что она пыталась спасти в момент катастрофы. Не получилось. А чуть выше еще один интересный символ. Отломанное колесо. Какая классная ассоциация с круговоротом времени. Ведь время сломалось. Помпеи были погребены под пеплом в течение полутора тысяч лет. И про них полностью забыли. Но знаете что? Эта картина – это еще и триумф пропаганды. Такой умелый политический пиар. Помните, я говорил вам про четыре образа Самойловой? Так вот он, четвертый. Матушка Россия. Видите женщину с двумя дочерями. А теперь посмотрите на расцветку ее платья. А теперь сравните это все с российским флагом. Не находите ничего общего. А теперь вспоминаем идею Николая Первого всех славян объединить в единое государство. И вот обратите внимание, кто это у нас тут притаился рядом с женщиной-державой. Опаньки. Да это христианский священник. И вот вам ответ. В чем же спасение в любви к религии и родине? Поэтому пусть рушатся основы и идолы старого мира. У нас, ребята, есть спасение. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Боже, как же это вульгарно. Какая же это дешевая попытка от всех получить одобрение и от всех получить признание. Нет ничего удивительного, что впоследствии Иван Сергеевич Тургенев сказал про это полотно. Трескучая картина с дешевыми эффектами, но без поэзии и содержания. Даже в плане стиля Карл Брилов не сделал ничего нового. Ведь был же уже Теодор Жирико и его плод Медузы. И насколько изящнее и насколько трогательнее выглядит полотно французского мастера по сравнению с тем, что сделал Брилов. Обязательно расскажем про плод Медузы Жирико, но уже в другой раз. На мой взгляд, у Карла Брилова есть только одна великая картина. Это его автопортрет 1849 года. На тот момент художнику сказали, что он тяжело болен. И отправили на лечение в Италию, где он и умер спустя три года. Впервые, когда Брилов работал над своим портретом, он работал честно. Работал, уже не обращая внимания ни на своего отца, ни на мнение публики. И перед нами очень уставший старый человек. Мы видим морщины на его лице, видим морщины на его руках. И знаете, таким и должно быть искусство. Оно прежде всего должно говорить со зрителем откровенно. Это был Николай, творческий альманах Артификс. Рубрика «Как читать искусство». Обязательно оставляйте в ваших комментариях запросы о том, про каких художников вы еще хотите поговорить. Все это мы сделаем. И в скором времени вас ждут Михаил Врубель, Винсент Ван Гог и, естественно, Густав Климт. Обо всем этом вы просили, обо всем мы поговорим. Но про следующую, следующую нашу программу я вам ничего не скажу. Это будет нечто абсолютно новое. Ну и в конечном итоге жмите на колокол, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до встречи через две недели.